Всем привет! Сегодня предлагаю с вами отправиться в магазин Планета Секонд Хенд в скидку 30%. Первое, к чему я подошла, как всегда, стойка с обувью. Здесь было не очень много обуви, которая меня хоть как-то заинтересовала. Вот такие замшевые туфельки интересные попались. Очень интересного такого цвета, но вот эти вот кисточки и круглый нос, я не знаю, мне кажется, это не очень. Сейчас актуально. Появилось много босоножек и шлёпок, кстати. Вот такие на плетёной подошве. Они, скорее всего, новые, только примеренные в магазине, потому что подошва очень белая, очень чистая. Что ещё мне обреглянулось? Вот такие, типа биркинштоков, кожаные тоже. Цена, кстати, недорогая, даже без скидки. Но примерять не стала, потому что 100% они бы мне были широкие. Первый раз увидела вот такие босоножки от Агг. Оригинал. Я раньше думала, что только вот эти валеночки делают они, но нет. Вот такие босоножки. Ну, тоже здесь такая платформа не очень актуальная. С плетёной подошвой кеды от Грейсланд. Тоже интересные. Ну, в общем, кедов и кроссовок было тоже прилично. Вот такие от Риккер непонятные туфли. Вот эти Викинг. Мне прям показалось, что это что-то связанное с Максмарой, но вряд ли. Демисезонные обуви уже мало, вот полусапожек. Больше уже всё-таки туфли, балетки, босоножки. Такие лоферы нашла, серебристые. Что ещё? Ну, в общем, вот так вот всего по чуть-чуть показала вам. Примерять сегодня ничего не стала, потому что моего размера особо не было. Сегодня уже выгуливаю свою эту новую юбочку перфекциониста, как я её назвала. Вот, показываю вам, что сегодня скидка 30% на всё. Нашла несколько свитерков на примерку, несколько блузок, несколько платьев, несколько курточек. В общем, давайте примерять. Первая находка моя, это вот такой свитерок от Эскада. Он из стопроцентной шерсти. Очень такая мягкая, приятная на ощупь, тоненькая шерсть. Очень приятный цвет. И на рукавах есть такие лампасики из пайеток. Цвет такой красивый, бутылочный, зелёный, изумрудный какой-то. Вот, показываю вам свой новый маникюр, решила укоротить ногти и сделать что-то яркое. Потому что мои ногти сегодня яркие будут и будут часто мелькать, а многие иногда спрашивают. Поэтому вот, решила показать. Вот так этот свитерок смотрится на мне. Здесь такой рукав не 3 четверти, а, наверное, 7 восьмых, или как он там правильно считается. Круглый вырез, средняя длина. В принципе, сел на меня неплохо, но это не совсем моё. На ощупь классный, не колючий, приятный. Но не моё. Я вот как-то... Не моя модель. Не стала бы я его, наверное, носить. Хотя находка от фирмы такой, не дешёвый. Дальше нашла свитерок от United Color of Benetton. Но не нашла нигде логотипчика этой фирмы. Обычно где-то либо на рукаве, либо внизу вышит такой логотип. Но логотипа я не нашла. Бирки с составом тоже не было. Но на ощупь это либо чистая шерсть, либо больше процент шерсти и какая-то ещё примесь есть. Очень красивый васильковый цвет. Вот где этот свитер был, когда я искала что-то с горлом. И вот когда я искала именно вот такого синего цвета, когда модный был королевский синий, я бы, наверное, этот свитерок взяла. Но так как сейчас уже весна впереди, не хочется набирать тёплые вещи настолько. Поэтому давайте искать что-то более весеннее. Нашла вот такую блузку от Christian Berg. Это стопроцентная вискоза моя любимая. Такая мягкая, приятная на ощупь. Интересная расцветка. Такой мелкий цветочный принт. Но единственное, здесь внизу когда-то была вшита резинка, которая сейчас то ли лопнула и перекрутилась, то ли растянулась от времени. И топорщится странно. Вот так эта блузочка смотрится на мне. И не знаю, какая-то странная у неё расцветка. Такой странный цвет, как немножко выстиранный. И у меня она сразу ассоциируется с какой-то пижамой. То есть как будто это верх от какой-то пижамы. Рукав тоже такой, ни туда, ни сюда. И не три четверти, но и не полная длина. И вот как-то на мне она сразу смотрится как пижама. Ещё одна вискозная блузочка мне понравилась. Чёрная. В таких вот котиков-единорожков. Есть такие вот надписи. Котики-единорожки. Тут написано, типа, я единорог и ещё какая-то надпись не переводила. Есть карманчик один на груди. Сто процентная вискоза, как я уже сказала. Вот такую вискозу я прям люблю и обожаю. Здесь даже, кстати, бронированные пуговицы. Вот так эта рубашка смотрится на мне. Рубашка-блузка. Мне кажется, даже с этой юбкой смотрится весьма интересно. Ну, я думаю, я такие вещи часто нахожу и на больших скидках. Поэтому, я думаю, нет смысла её брать за такую цену. Если мне уж очень понадобится подобная рубашка, я думаю, я без проблем её найду за небольшую цену. Но решила примерить, потому что необычная и принт мне понравился. Дальше покажу вам ещё один свитерок. Этот свитер я нашла в мужском отделе. Здесь такой разнообразный состав. Здесь и шерсть, и кашемир, и вискоза. Он такой, достаточно приятный на ощупь. Ну, хоть и чувствуется, что есть шерсть такая, чуть-чуть покалывающая. Такого базового песочного цвета, немножко меланжевого. В хорошем состоянии. И вот так он смотрится на мне. То есть, даже в мужских отделах можно смотреть вещи. Иногда там даже случайно попадаются и женские. Ну и мужские бывают вещи небольших размеров, которые вполне можно вписать в свой, скажем так, женский гардероб. Вот такой он по длине. Рукавчик чуть-чуть длинноватый мне. Но, в принципе, это не критично. Манжеты здесь плотные. Если что, можно подкатать рукав без проблем. Интересненький. А вот эта находка меня сегодня покорила. Это, скорее всего, H&M. Вот такое платье в цветочный принт, черного цвета. По составу это, скорее всего, вискоза стопроцентная на ощупь. Бирка, к сожалению, была тоже срезана с составом. Но здесь прям принт, вот этот меня покорил. Ну и сам фасон платья. Давайте посмотрим, как это на мне. Вот так это платье смотрится на мне. Мне здесь очень понравился, как сделан воротничок. Я до конца застегнула пуговички. И он прям вот такой стоечкой получился с рюшами. Свободного кроя. То есть в талии он прям не перетягивает ничего. И внизу такие небольшие валанчики есть. Длина тоже средняя. То, что надо. Мне кажется, даже под мои грубые ботинки смотрится интересно. И вот тот редкий случай, когда цветочный принт мне тоже подошел и не сделала за меня дуняшу. А как вам кажется, идет мне это платье или нет? Дальше я вам уже показываю джинсовку нашла из стопроцентного хлопка. Такого светлого денима. Немножко как подвытертого. Ну, такая классическая джинсовка. Но, хотелось бы, конечно, на размерчик побольше ее. Села она так вот прям притык-впритык. Учитывая, что я меряю на это платье, которое с длинным рукавом, то хочется, наверное, посвободнее. Ну и, конечно, к этому платью хочется джинсовку. Если надевать, то из какого-то более темного денима. Слишком получается как-то контрастно. Платье слишком темное, а вот это слишком светлое. Надо будет примерить с моей темной джинсовкой, как это будет смотреться. Еще одно платье я вам покажу. У него необычная расцветка. Оно такого кислотно-желтого цвета с синими узорами. Здесь 30% шелка в составе. Остальное все полиэстер. Сделано в Китае. Подкладки у него, к сожалению, никакой нет. Ну, такая модель необычная, какая-то рубашечного типа платье. Ну и состав привлек наличием шелка, поэтому решила примерить. В принципе, интересная модель, но вот этот вырвиглазно-желтый цвет мне, к сожалению, вообще как-то, мне кажется, не подходит. Ну и модель такая спорная. Все-таки ощущается, что здесь очень много полиэстера. Шелка здесь практически не ощущается на ощупь, поэтому его я решила не брать. Еще одна супер моя находка. Да-да-да, вам не показалось. Я, наконец-то, нашла джинсы от Levi's. Они были в категории эксклюзива. То есть это вещи более дорогие по цене. Вот все логотипчики, все клепочки, все ярлочки. Все свидетельствует о том, что это оригинал. Это джинсы из светлого денима такого, но они супер скинни. То есть они прям скинни-скинни, прям очень обтягивающие. По составу здесь 79% хлопка. То есть они еще вот так вот хорошо достаточно тянутся. Вот так они сели на меня. Многие скажут, что скинни это антитренд, так как по мне, так это вот базовая вещь, в принципе. И кто носит скинни, тот, в принципе, всегда их носит, независимо от того, актуальны они или нет. Мне кажется, это своего рода классика. Как мне кажется, они сели прям идеально. Удивительно, что они и сзади нигде не топорщатся. Прям сели по фигурке хорошо. Единственное, внизу надо будет их подрезать немножечко. А так я очень довольна, потому что светлых джинс у меня нет. Вот. Точнее, есть одни, но в них я уже вряд ли влезу. Так что вот эти решила сегодня себе приобрести. Разориться, скажем так. Да-да-да, Маша умеет приобретать не только по супер дешевым ценам, по 50, по 25 рублей. Так что Маша разорилась, наливайся. Ну, недаром долго искала. Когда-то это должно было случиться. Также нашла вот такой пиджачок интересный. Мне понравился цвет такой зеленый, красивый. И клетка, конечно, моя любимая. Вот так он смотрится на мне. Этот пиджачок, жакетик, он удлиненный. Перфекционисты, конечно, здесь не очень постарались. Клетки не совпадают. Но спасибо, что хотя бы на лацканах они хотя бы симметричны. Потому что бывает, что и нет. Ну, видно, что великоват. Ну, и жакет им, как всегда, мне некуда носить. Поэтому брать не стала. Но всегда с удовольствием примеряю. Еще нашла вот такую курточку. Изольная хлопка. Белую. Я хочу найти себе белую джинсовку. Я сначала подумала, что это джинсовка. Но это оказалась вот такая вот курточка из-за льна и хлопка. Здесь даже больше льна, чем хлопка. Ну, размерчик большой, конечно. Это 40-й европейский. Но я думала, что как оверсайз. Но нет. Здесь все-таки есть какие-то вот выточки. И, скорее всего, она предназначена для того, чтобы сидеть по фигуре, скажем так. Ну, а так, в принципе, модель интересная. Если бы она просто была как оверсайз курточка, я бы, возможно, рассмотрела такую покупку на лето. Вот такие вот дела. Вот такие у меня сегодня были находки. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего из моих находок. Итого, я сегодня ухожу с этими джинсами от Levi's. Вот этим цветочным платьем. И еще мужу купила вот такую футболку цвета хаки. Так что я очень довольна сегодняшними находками. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...